Камил Гаджи, президент Лиги АМС Файт Найтс. Камил, главная претензия лично моя к АМС Файт Найтс очень мало титульных поединков. Сейчас будет сразу два, но в принципе, если так посмотреть, вагабы, поменения, веклёб, они фактически дерутся раз в год. Можно ли с этой ситуацией что-либо сделать в его чаще? Поединки проводились. Зато какие. Знаешь, можно же формально делать титульные бои. Делать и делать, делать и делать. Слушай, ну мы стараемся в каждом турнире, у нас их в году 10, в каждом турнире делать титульник. В Владивостоке не получилось, в Москве сделали один, в Краснодаре будет целых два. Потом в Сочи 14 октября будет три титульных боя. Реванш Шуаев-Пономарёв, я думаю, я хочу, чтобы всё это было. Асатрян и Игаян, то есть три титульных. А может быть, ещё и в 66 мы разыграем титул. Поэтому обещаю справиться. Но титульный бой, всё-таки согласись, его сделать всегда сложнее, чем просто супербой. Слишком много обстоятельств. Даже с весом зачастую связано, потому что нужно прямо тютельку в тютельку, а спортсмен не всегда бывает в нужной форме. Поединок про Сочи и Пираева, и Аббасова. Так с коллегами чуть обсудили. Практически все считали по хаворитам этой встречи Пираева. Вот почему так получается, что Аббасова зачастую так недооценивают? А я не знаю, почему вы так плохо в ОМЭ разбираетесь. Слушайте прогнозы компетентных людей. Вот они здесь. Я ещё давно сказал, что, скорее всего, Нариман победит. Просто потому что понимал, что сгонка веса. Вот если в 77 действительно этот бой состоится, это будет уже другой разговор. А в 77, если говорить чисто про спорт, это поединок имеет смысл? Да, это крутой бой, на мой взгляд. Очень круто. Я бы посмотрел его. Можете сказать, гонорар Аббасова, который был за этот поединок, он превышает ту сумму, которую сегодня предложила команда Пираева за реванш? Нет, не превышает. Это тоже большие деньги, но нет. 6 миллионов за этот бой я не получил. У Наримана часто говорил, что вы UFC, UFC, UFC. Но как-то в результате ни разу не получается. Ну, слушай, я думаю, что просто те предложения, которые, возможно, кто-то делает, возможно, они просто не находят у них понимания. Может, не те деньги. Всё-таки здесь большие бабки. Здесь всегда главный бой. Здесь титульники. Понимаешь, да? Да. А что сейчас он бы в UFC получил? Получил бы бой в андеркарде. Не знаю. Мне кажется, что в этом дело. Вот у нас Жалгаз Жумагула. Простой пример. Был чемпионом. Я не говорю, что Жалгаз жалеет. Нет, ни в коем случае. Но он был чемпионом организации. А там он дерётся не в главных боях, мягко говоря. Ещё и через раз выигрывает, проигрывает. То есть весь этот ажиотаж вокруг Жалгаза спал. А это справедливые решения были в его поединках? Там не было часто раздельные решения? Ну вот в Америке? Да. Ну, мне кажется, он последний поединок, мне кажется, что он выиграл. Лично моё мнение. Отдали вот соперника. Он там бразильец. На это осень, в сентябре планируется новый турнир совместный с Игл и Игл и Ивси. Память Игл и Ивси. Да. Мы хотим провести турнир в сентябре традиционный. Ну, может, какие-то сдвиги будут минимальные. Сейчас посмотрим, какие у лиги Игл и Ивси, какие у их планы. Есть представление, кто может возглавить турнир? Ну, вот как один из вариантов Нариман Абаса против Мигди Дакаев. Да? Как один из вариантов. Интересная штука. Как оценить выступление Вагаба-Вагаба в поединке с Кудряшовым? Я к вашему как раз вопросу. Десять из десяти боёв. Вот если они проведут десять из десяти боёв. Восемь выиграет Кудряшов, два Вагаба. Для вас изначально выход Вагаба на поединке с таким боксером была большая авантюра? Для меня нет. Я считал, что Кудряшов фаворит. Просто, ну, что, если Вагаб хочет попробовать, пусть пробует. Для него особо беспрогрешная история. Просто никто не ожидал, что вот так разгромно. А так, если бы он проиграл, ну, проиграл боксеру. Профессионал, который уже Крым-Рым видел. Получилось просто всё не так, совсем не так, как ожидал тот же Вагаба. Уже был такой поединок, когда один, скажем, великий чемпион МММ выходил против великого боксера. Это Конор Макгрегор и Мейвейдер. И получился, в общем-то, разгром в одного-вторых. Ну, разгром там, знаешь, там всё-таки был бой, за который Конору многие сказали красавицы. Здесь такого не было. Всё-таки ты вспомни, они до девятого раунда, по-моему, дрались. Они до девятого раунда пролезли, но это был худший на тот момент поединок Мейвейдера. К тому же я, как человек, который видел все его бои, могу сказать, что он его щадил. Ты слишком профессионально к этому сему подходишь. Давай рассуждать глазами просто простого зрителя. Для него там какой-то был очень конкурентный бой, который закончился, да, победой того, кто должен был выиграть. Ну, типа Макгрегор красавец, вот так. Сегодняшний вот двум взглядов Вагабова и Бархударяна. Визуально Вагабов просто намного больше Бархударяна. Как думаете, масса здесь вот чётки сыграет решающую роль? Он ростом выше, но на самом деле по килограммам не сильно больше. Там вот такой мясной давит, а Вагаба более такой стройный, атлетичный. А исходя ещё с поединка Кудряшова и Вагабова, как думаете, Дацик, он выйдет вообще на Кудряшова? После такого поединка-то не захочется скачать в поле? Ну, не знаю, честно говоря. Да нет, что Слава там зарабатывает потихоньку. Ну, а что ему грозит? Ну, улетит нокаут вдруг, а там может и отправить. Слушай, Дацик такой непредсказуемый спортсмен, он предсказуемо характерный, и поэтому от него может Диме неплохо прилететь, я тебя уверяю. Я бы не хоронил прямо в этом бою Дацик, всё может быть. Ну, после такого поединка Кудряшова, он ведь дрался с базовым боксером, базовым боксером, который чемпионом. А Датик, по-моему, менее... Кудряшов же тоже в разной форме бывает. Сейчас, извини. Ребят, начали там Давида снимать, да? Базовый боксер. Ой, не про это. Он в разной форме бывает. Дима. Он тоже может не лучший бой выдать. Знаешь, когда ты находишься в тренинге, когда, может, фармакология работает, ты можешь быть на пике, а в следующий раз можешь промахнуться немножко. Всё, последний вопрос, у меня забежали. Для Емельянина как Датику? Конечно, выиграет. Ни сомнения в это вообще нет. Саша уже... Как уже? На данный момент, из того, что я вижу, это не тот спортсмен, который Датику составит в конкуренции. На данный момент. А там видно будет. Я же говорю, то есть для Датска, ну как сказать, победа над Емельяником, ну она практически очевидна. Вот сегодня, как бы, у этого боя, его все посмотрят, но спортивной составляющей в нём пока нет. Честно говоря. Вас удивит, если будет окончательно не накал. Да. Я удивлюсь. Всё, спасибо.